Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием. Ребята, мы потрахались. В студии Сашка. Всем приветики! И Дашка, конечно, тут. Йоу, бичка, мона в репанте. Ой, вечер, честно говоря. Вот мы всегда подкаст этот пишем по вечерам. И так получается, что к вечеру мы такие уже... Йоу, чё? Чё кого? Да, такие прибитые такие уже. Чё кого? Нормулёк, нормулёк. Всё хорошо. У меня, как всегда, всё так прекрасно, что если я начну описывать, меня все опять будут ненавидеть. Мы не переставали. Да, мне тоже, в принципе, всё нормально. Так, чутка меланхолию, знаешь, настигла меня. И я такая хожу. Эх. Ещё погода такая, знаешь, туман. Да, а ещё, во-первых, туман в Краснодаре. А во-вторых, я сегодня... Мне нужно было почистить память на компе. И что-то я смотрю, там фото занимают 12 гигабайт. Я такая, что там за фото такие? А там, короче, мои старые фотки со старого телефона, там, года 18-го. И я начинаю сегодня их смотреть. У меня такая ностальгия начинается. Я такая, эх, вот это были времена. Вот это вот всё. Там куча смешных видосов. И я такая, ну, что-то загрустила чутка такая, вот знаешь. Но некогда грустить. У нас куча писем в работе. Да, грустишь не грусти, как известно. Да, поэтому напомню, что почта есть в описании выпуска. Да. Туда можно присылать свои вопросы. А мы пока начнём читать. Приветствую вас, Дашка и Сашка. Привет. Обожаю вас и люблю. Вы стали моими лучшими друзьями. Спасибо вам. Вот, когда я буду думать, что у меня нет друзей, на самом деле они есть. Да. Решила вам написать, так как проблема моя никак не решается. И начну, наконец, мою историю. Я девушка, меня зовут Иветти. Иветти? Да. Ого, ладно. Это персонаж из клона. И мне 25 лет. Я симпатичная, я выгляжу моложе своих лет. 10 месяцев назад я познакомилась с парнем. Мы были соседями по квартирам на одном этаже. И оба жили одни. И вначале просто поздоровались, а потом начали общаться по его инициативе. И стали спать по дружбе. Как вы говорите, дружба организмами. Вначале отдыхали вместе у него, потом у меня оставались. Ой, ну прям так далеко идти было, конечно. Он львёночек. Это имя его теперь. Ну потому что Иветти был парень львёночек. Понятно. Ну вот сегодня такое настроение клон. Значит, львёночек. Внешне симпатичный, отзывчивый парень. Добрый, спокойный и вежливый. Общительный, умный человек. И младше меня на 4 года. Он был девственником. И как вы поняли, я была первая у него, а он у меня второй. Вначале я ничего не чувствовала, кроме сексуального влечения. Но спустя время я поняла, что у меня к нему есть тёплые чувства. И мне стало больше интересно, когда мы разговариваем обо всём и вместе гуляем. Мы с ним это много раз обсуждали, много раз выясняли отношения. И по его словам было ясно, что он меня уважает и ценит, но он не видит во мне ту самую. И много раз мы пытались завершить наше странное общение. Но всё же через неделю или месяц снова связывались и снова расставались и так по кругу. Ох уж эти гормоны. Ох уж это соседство. Он живёт уже 4 месяца в другом районе города, так как захотел жить с друзьями. И как уже ясно, ко мне он начал приезжать только тогда, когда он хочет секса. И я начала себя чувствовать хреново, так как я начала задаваться вопросом. Неужели я только на одну ночь? Почему я не та самая? Спустя время я решила с ним просто общаться как друзья, ибо я ещё не готова отпускать его из моей жизни. Но подруга говорит, что лучше отпустить и пожелать удачи, ибо рано или поздно вы снова начнёте спать. А потом, когда он найдёт себе девушку, мне будет в два раза больнее. И тогда уже будет поздно, и что снова теряю своё время. Подруга дело говорит. Так как прошлые отношения с моим бывшим парнем длились 5 лет, в начале второго года у нас всё было хорошо. А потом начались непонимания, потом расставания и снова вместе. И последний год мы встречались только тогда, когда ему захочется секса. И я решила завершить эти отношения, так как я его любила, но больше не могла терпеть такое отношение ко мне и терять своё время. А после с моим бывшим я не хотела серьёзных отношений. И через месяц вот я встретила своего нынешнего недопарня. В начале меня всё устраивало, дружба организмами и всё такое. И вот теперь, когда я влюбилась, мне каждый раз больно, когда он уходит от меня к себе. У меня к вам вопрос. Как завершить такие отношения и провалим моя подруга? И возможно ли, что спустя время он меня полюбит, или я просто его романтизирую? Конечно, скажу так, ну честно, шанс, что он полюбит, и всё вот заиграет новыми красками, и любовь, и все дела, есть. Но он прям маленький же. Ну, а мне кажется, что вообще нет. Ну, знаешь, если уже столько времени прошло, и он, типа, очевидно, ведёт себя по отношению к ней очень так вот, потребительски. Куда более правдоподобная версия, что нет. Я согласна. Ну, я как человек, который не раз в похожих отношениях пребывал, и я тоже такая всегда задавалась вопросом, думаю, почему не я? Ну, то есть мы же кайфово там проводим время вместе, общаемся там, всё классно, спим. Ну, типа, что надо? Ну, типа, почему не в отношениях? Ну, вот почему не я-то самая? Меня это всегда безумно, этот вопрос, не знаю, выкаливал, потому что, ну, я не находила на него ответа, и, естественно, я психовала из-за этого. Ну, подруга, мне кажется, да, дело говорит, потому что... Ну, вот это вот, помнишь, я рассказывала про книжечку, про вот это «Ребёнок в тебе должен обрести любовь»? Вот это вот всё про вот эти штуки, что у одного человека потребность в привязанности настолько ярко выражена, что она не может отпустить эти отношения, она не может построить как бы какую-то независимость свою, какие-то свои границы выстроить. Она просто соглашается на условия, которые ей выкатывает вот этот парень. Он открыто сказал, что отношения ему не нужны, приезжает только тогда, когда ему надо, а вы такая, типа, хорошо, я буду делать всё, чтобы тебе нравиться, буду принимать твои условия в надежде, что так вы больше ему понравитесь. Но не со всеми людьми это работает. Если он такой человек, который, ну, во-первых, он не заинтересован в отношениях, а во-вторых, он, допустим, может быть, у него, наоборот, больше как-то развита вот эта тяга к независимости, условно говоря, да, то его будет только отталкивать ваше желание понравиться. Ну, а я скажу так, есть разная симпатия, разное влечение к человеку. Есть чисто физическое, когда, ну, о, он красивый, там, она красивая, типа, здорово было бы. Но это может не сочетаться с другой симпатией, с симпатией как к человеку, как к личности. То есть ты понимаешь, что, да, было бы хорошо, но с этим человеком отношения я не построю. Потому что, ну, вот в связи такого-то характера человека или еще чего-либо. Ну, такое тоже может быть. Ну, типа, тут, да, надо понимать, какая симпатия. Ну, по-моему, здесь все понятно уже, оговаривалось. Просто вы перешли там на какой-то другой уровень, я не знаю, что вам интересен не только секс, но и общение, отношения, какие-то там, ну, в общем, атрибуты отношений. Вот. А ему нет. И, так я понимаю, ей 25, он на 4 года младше, ему 21. То есть, возможно, у него сейчас в интересах больше вот тусы с друзьями, там, какие-то знакомства, что-то вот такое, гулять. Ну, возможно, не факт, но возможно, что у него сейчас интересы такие. Вспоминая себя в 21, да. И ему, как бы, отношения не нужны, и он просто, как бы, ну, пользуется. Ну, дурацкое слово. Ему удобно. Да, ему удобно, а вы позволяете. Я не хочу сказать, что только он, типа, такой плохой, конченый. Типа, вы в этом всем тоже участвуете. Да. Вы тоже получаете то же, что и он, как бы, дружбу организмами-то, это для двух людей. Бенефисы вы тоже получаете, как бы, секс. Вот. Единственное, что для вас становится проблематично, потому что вы эмоционально привязываетесь, а он так и ничего там не получает из негатива. Ну, и плюс, опять же, есть вот какая-то небольшая травма предыдущих отношений, когда, ну, вот, отношения держатся на сексе, и все. Ну, и сейчас ей, понятно, не хочется такого же. Но она делает такое. Да, да. Ну, к сожалению, наверное, все-таки вы не подходите. Ну, в общем, да, я бы порвала бы отношения с этим человеком, потому что, ну, как бы, тяжело не было. И обещать себе, что да нет, все, теперь точно мы просто вот для секса, и все такое, и больше ничего не надо. Ну, зачем вам это просто? Я не понимаю. Опять же, просто секс может быть и с другим человеком, ну, к которому у вас нет тяги какой-то вот романтической. Вашу соседскую хату другой, красавчик. Ну, да. Это же так работает. Почему у меня нет соседей красавчиков? Ну, ладно. В общем, я к тому, что, да, стоит позаботиться о себе и как бы нащупать свои вообще какие-то желания, а не только то, что хочет он. Подумать, как вы можете себя, не знаю, в этот момент поддержать, как вы можете себя, ну, условно говоря, обезопасить от этих отношений токсичных, которые приносят в вашу жизнь какие-то негативные эмоции. То есть я так понимаю, что секс, конечно, да, классно, но негатива все больше и больше для вас в этих отношениях. Он как будто бы копится. Да. Нет ответа на вопрос, почему не я та самая. И, возможно, это просто даже неправильная формулировка вопроса. Ну, от вас не зависит, будете ли вы как бы той самой для него или нет. Вы такая, какая вы есть. Именно. Вот. И как по мне, ну, то есть это либо складывается пазлик, либо нет. И вполне нормально, если нет. Ну, то есть он тоже человек, у него тоже есть какие-то, не знаю, предпочтения, он может выбирать, он может не хотеть отношений, может хотеть отношений, ну, и все такое. И если там он начнет с кем-то встречаться, это не потому, что вы такая, знаете, недостойная, а вот та другая, вот молодец. Нет, ну, просто вот не сошелся пазлик. Ну, да, например, типа, он child-free, например, а вы уже как-то упоминали, что хотите много детей. И он такой, ну, вот прикольно, но на будущее у нас будет конфликт в этом вопросе, и, наверное, как-то не сойдемся. Ну, это вот, например. Ну, в общем, я просто понимаю, о чем она говорит. У меня просто такие же вопросы были. Я так же расстраивалась. Вот, ну, типа, я всегда пыталась искать причину какую-то. Естественно, думала, что ты плохая. Я всегда искала причину в себе. Я думала, что если я найду причину вот эту в себе, я ее исправлю и там устраню. И тогда все сложится. И я вот все время такая, ага, там, я не знаю, недостаточно хорошо одеваюсь такая, там, вот тут по правилам. Я недостаточно веселая такая, надо быть веселой. Я недостаточно, там, еще что-то. Короче, я вот так вот, ну, в себе пыталась что-то подтянуть под какой-то вот стандарт, как бы, в кавычках, выдуманный кем-то. Тобой. Ну, да. И ждала, что, типа, сейчас сложится. Но так не работает. Как выяснилось, это не работает. Постоянно искать какие-то причины, почему не ты та самая, ни к чему хорошему не приведут. Сто процентов. К какому-то результату, как минимум. Вот. Поэтому что делать? Я бы точно прекратила бы эти отношения. Сказала, ну, наверное, все. Я больше этого не хочу. Спасибо. До свидания. И обратила бы внимание на себя. Занялась бы, там, не знаю, своей самооценкой, может быть. Может быть, какими-то, там, проработками, вот, травмирующих, травмирующего опыта, там, каких-то, да, прошлых отношений. Почему так было? Я так скажу. Если вот хочется кого-то любить, но некого, пожалуйста, любите себя. Вот правильно Дашка сказала? Займитесь собой. Ну, да. И это не говорит о том, что вы какая-то не такая, естественно, блин. Это говорит о том, что проявите к себе заботу, любовь и всякое такое. Ну, в общем, как-то так. Да. Следующее письмо. Привет, Сашка и Дашка. Меня зовут Петр, я мужчина, 30 лет. Женат не был, детей нет. Здорово. Сам по себе спокойный и стараюсь обсуждать проблемы. Не люблю скандалы. У меня возникла ситуация в отношениях, которые я хотел бы поделиться. В конце 21 года начал встречаться с девушкой-коллегой соседнего отдела. 32 года ей. У нее есть ребенок, мальчик, 5 лет, от прошлого брака. Сама она импульсивна и быстро рубит с плеча на эмоциях. Брак довольно странный. Вышла замуж за мужчину, значительно старше нее, да, скажем, прямо за старого бледуна, которого она знала лет с 18. Брак продлился один год. За этот год успела родить ребенка, после чего муж сказал, что не может жить с одной женщиной. Ему нужно гулять с разными. Она дала развод, и они разошлись. В начале наших отношений были притирки. Ребенка не скрывала с самого начала. Никуда не спешили. Долго тянули с первым сексом. Секс был редким, и не могли найти общий сексуальный язык. Для меня это было странно, что ей не нужны в том большом объеме предварительной ласки, как было раньше с женщинами, и стеснение. Это вводило в замешательство. В остальном, вроде все отлично, но копились мелкие разногласия, которые не получалось обсудить. Хоть и пытался. В июне у нас вышла ссора, после которой мы перестали общаться. На работе иногда виделись один раз в пару недель. Компания большая. Когда заканчиваю отношения, пишу письмо-фидбэк бывшему партнеру. Вот это поворот. Объясняю в письменной форме свое поведение, и что меня беспокоило, что не смогли обсудить, и некий анализ отношений. Ответом обычно идет письмо от девушки. Это какой-то... Это из работы вы притащили, да? Это какие-то, да, рабочие моменты, реально. В этом случае результатом стала встреча, где девушка по каждому абзацу дала свои комментарии и объяснение. Мы многое выяснили, и так получилось, что наши разногласия, из-за которых разошлись, оказались очень легко решаемы. Даже по сексу прошлись. Что подише-то. Мы вернулись к отношениям. Также живем порознь. Все замечательно. Секс наладился. Она познакомилась с ребенком. Ну как познакомила? Ребенок имеет значительное отставание в развитии. Инвалидность. Скорее, это было одностороннее знакомство. И вот при дальнейшем знакомстве с ребенком меня начали посещать мысли. Как жить с ребенком? Он же на все реагирует криком, гундением и плачем. При этом не разговаривает, как будто не понимает речь. Она его таскает по врачам и так далее, но результата нет. А вдруг мы вступим в брак, и я ведь захочу детей. И вдруг родится второй инвалид. Вдруг проблема в ней, а не в отце ребенка. А если без детей жить, то тоже не особо горю желанием расти чужого инвалида, на которого родной отец забил, официальный доход крайне мал, и алименты копеечные. И такого характера мысли мне не дают покоя. Из-за этого меня посещают мысли о расставании. Я боюсь описанного выше исхода. Меня это очень сильно терзает. Девушка нашла опору во мне. Я ее поддерживаю. Видно, как она тянется. Видно, как ей тяжело, и моя мужская поддержка помогает ей. Я очень хорошо к ней отношусь, и я хочу ей помочь. Облегчить хоть как-то ей жизнь. Но в то же время не хочу забывать про себя. Обсудите мою историю, пожалуйста. Мне это очень нужно. С уважением, Петр. Блин, ну, спойлер, наверное. Вряд ли мы вам что-то здесь подскажем, потому что ситуация реально такая, очень сложная. Сложная, да. Мне кажется, что мы здесь больше так, на поддержку сможем как-то наговорить что-то. Потому что, ну, я понимаю, наверное, нашего героя, что такой выбор какой-то стоит. То есть ему нужно принять ответственное решение в своей жизни. Да, да. И это сложно. Как бы мысли, которые закрадываются в голову, ну, наверное, я не знаю. Наверное, логично, что они закрадываются. Я не была в подобной ситуации, если честно. Я тоже. Поэтому не знаю. Ну, хорошо, что у него есть такие мысли в голове. То есть об ответственности. То есть он об этом думает, это прекрасно. Потому что бывают люди, которые не задумываются об этом, а потом такие, о, стоп, подождите, тут что, ответственности много? И получается плохо. Или люди, которые, знаешь, неправильно оценивают это все. Которые думают, так, что там. А потом понимают, что да, ребенок-инвалид, это серьезное дело, скажем так. Это, ну, непросто. Не каждый человек может спокойно вот так жить с ребенком-инвалидом, воспитывать его. Это нелегко, понятное дело. Ну, да. Ну, я, допустим, в письме, ну, он пишет, что я хорошо к ней отношусь. Ну, да, как-то... Ну, он мне пишет там, типа, я люблю ее. Мне она дорога очень. Типа там, не знаю, очень ценю ее там. Ну, вот какого-то... Я хорошо к ней отношусь. Пока что, знаешь, ну, типа, ну, пойдет. Как-то сдержана довольно. Ну, я бы, наверное, в таком случае, не знаю, рассуждала бы, исходя из того, что вот мне этот человек, как он мне, насколько он мне дорог. Ну, то есть, что я могу для него сделать? Может быть, пожертвовать чем-то я могу ради него, потому что, ну, вот он мне так дорог, я его так люблю и ценю, что я готова, как бы, вообще на все там забить и, ну, как бы, взять ответственность на себя, там, помочь и что-то такое. Либо понять, что, да, ты мне там нравишься, но я не могу, допустим, дальше продолжать отношения, потому что я не готова брать ответственность. И я понимаю, что я бы, наверное, чувствовала какую-то вину и стыд, что я, вроде, знаешь, как бы такая, сливаюсь или что-то такое, или подвожу, как-то предаю, вот, да. Но с другой стороны, как бы, я имею право выбора, вроде бы, как бы и так. Да, и нужно учитывать, что, ну, не у каждого человека есть столько сил, чтобы тащить такой вот груз ответственности. Да, действительно. По поводу переживаний, там, насчет брака и следующих детей, и все вот это вот. Мне это вообще не знакомо. Я правда, не знаю, я только могу предположить, не знаю, что бы я делала или как бы к этому, подходила бы к решению вопроса. Я бы, наверное, обсуждала бы это, в общем-то, с партнером, в данном случае, там, с девушкой, что у меня есть такие переживания, в принципе, ну, не обвиняя никого, ни в чем, но просто, как бы, обозначить, что есть переживания. И подошла бы к этому вопросу, там, может быть, с каким-то, там, с медицинской точки зрения, там, с какими-то обследованиями, там, что-то узнать об этом больше. Просто информации какой-то больше получить по поводу планирования ребенка, да, когда, допустим, уже есть в семье ребенок, который, там, в развитии, да, отстает, что-то такое. В общем, я бы попыталась узнать как можно больше информации, поговорила бы с партнером, ну, 100%, и там бы уже, наверное, пришли бы к какому-то общему решению. Да, нам сложно отвечать на это письмо, ни наш профиль, мы не сталкивались, поэтому мы не знаем, как бы, в общем-то, что говорить толком. Единственное, что, да, я могу сказать что-то вроде держитесь, потому что, ну, вы сейчас на пороге ответственного решения, никто его за вас не примет. 100%. Даже если бы мы вам тут рассказали какие-то дельные советы. Что, вряд ли. Какие-то, я не знаю, лайфхаки или что там еще может быть. Но, к сожалению, все, что мы наговорим, оно... Это, по сути, ваше письмо, просто пересказанное нашими словами. Но как такового вывода какого-то мы не сможем сделать. Это вам предстоит. Да, да. Вывод делать вам, да, мы можем только материалы как бы подкинуть немножечко. Обдумывать все это нелегко будет. Я думаю, вы уже поняли, что мысли такие закрадываются. Возможно, вы как бы испытываете какие-то эмоции такие негативные из-за того, что, в принципе, эти мысли даже закрадываются. Но мне кажется, что тут нечего стыдиться. И нужно быть готовым, да, к тому, что придется думать долго и усердно. Как-то, знаешь, на чаши весов что-то складывать там. Ну да. Но вот он еще написал, что я как бы готов, да, как-то он так упомянул, что хочет помочь этой девушке, как бы облегчить ее жизнь, но в то же время не хочет забывать про себя. Мне кажется, что... Но я думаю, тут одно другому не мешает. Можно и так, и так. Я думаю, что вы действительно можете найти какой-то компромисс в этом, помогать ей действительно, быть опорой, быть поддержкой. Но и вряд ли она будет требовать бросить все ради нее. Ну то есть, мне кажется, что про себя забывать не нужно. Вот. Ну еще я немножко не понимаю, что значит забывать про себя. Ну я думаю... В каком смысле? Личное время. Свободное личное время, которое, вот знаешь, помимо сна работы вот остается. Я думаю, что ребенок-инвалид требует времени к себе. Ну конечно. В общем, в моем видении, что это решается разговором для начала хотя бы, разговором с партнером, обсуждением искренним. Ну то есть, она тоже уже женщина взрослая, и она, я так понимаю, что не глупая, все понимает, что с ней можно обсуждать, но видишь, он говорит, она эмоциональная, типа с плеча рубит. Ну и что теперь? Вот у меня всегда, кстати, вызывало непонимание вот это, знаешь, как будто бы оправдание, типа, ну она же очень эмоциональная, она рубит плеча. А я тебе объясню. Это затрудняет коммуникацию, когда ты пытаешься... Это затрудняет коммуникацию. Ну и что теперь? Что теперь? Не обсуждать, раз человек резко реагирует. Нет, нет, обсуждать, конечно, просто это всегда усложняется тем, что собеседник начинает, не знаю, кричать или эмоционально реагировать, и ты понимаешь, что, блин, все, на этом стоп. Дальше разговор не пойдет, и тебе нужно откладывать этот разговор опять на какое-то время, еще раз его начинать, и там вы уже чуть-чуть дольше продержались в этом разговоре, ну, прежде чем начались крики там или эмоции какие-то. То есть это затрудняет. Но при этом действительно это не значит, что не обсуждать теперь вообще ничего. Да, да. В общем, я желаю вам, не знаю, мужества, удачи, как-то принять решение, поговорить со своей девушкой, обсудить это. Я надеюсь, что вы примете какое-то решение, оно будет для вас благоприятным, и все будет хорошо. Именно, да. Вот. Как-то так. Вот, как-то так. Непростое письмо. Да, я не знаю, вы же слушали наш подкаст. Ну, мы тут, да, как бы. У нас тут... Грустишь, не грустишь, кого? У нас тут, типа, я забыть не могу бывшую, о боже, что же делать, я всегда буду один. И мы такие, да черт с ней, вот такие у нас советы. Вот. Тут серьезные вопросы, и мы посыпались сразу же абсолютно. Вот. Но, в общем, короче, мы с вами, если чего там. Если что, пишите. Чики-пики. Ну, да. Не знаю, что это значит, но пусть будет. Пусть что-нибудь значит. Ну что, на этом мы завершаем наш подкаст. С вами были Сашка и Дашка. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok